Итак, всем привет! Вы на канале SkyWord. С вами я, Вадим. Я продолжаю вас знакомить со страницами с главами романа Харуки и мы руками. Хроники заводной птицы. Вторая книга этого романа и из этой второй книги. 14 глава. И как раньше я говорил, каждая глава у Харуки имеет свое собственное название. Вот и это. Новое Я Криты Кано. И давайте продолжим сегодня. Я также как вчера не буду вас многим загружать контентом. Пятница, последний день недели, поэтому ограничимся, наверное, двумя главами. Новое Я Криты Кано. Харуки и мы руками. 14 глава. Хроники заводной птицы. Крита продолжала рассказ. Несколько дней после этого я жила с ощущением, будто мое тело расчленили на части. Когда я шла, ноги мои на земле не чувствовали, ела, не понимала, что жую, а стоило сесть и успокоиться, как на меня наваливался кошмар. Я-то без конца провалилась куда-то, то на чем-то вроде воздушного шара уносилось какие-то заоблачные выси. Телодвижения и ощущения не совпадали больше с моей физической сущностью. Они жили как бы сами по себе, без всякого отношения к моим намерениям, без всякой системы и направлений, и я не знала, как усмирить этот жуткий хаос. Осталось только одно. Ждать, пока все восстановится. Я говорила домашним, что неважно себя чувствую, и с утра до вечера сидела, заперша в своей комнате. Почти ничего не ела. В таком смятении прошло несколько дней. Дня три-четыре, наверное. Потом вдруг все успокоилось. Улеглось. Точно после жестокой бури. Я гляделась вокруг, посмотрела на себя и поняла, что стала новым человеком. Не такой, как раньше. Это было мое третье я. Первое изводилось от бесконечной непереносимой боли. Второе боли не чувствовала и вообще ничего не воспринимала. Первое было моим изначальным я, которое никак не могло избавиться от угнетавшей меня боли. Когда я все-таки попыталась сделать это, я имею в виду неудачное самоубийство, родилась второе я, так сказать, промежуточная форма. Мучившая меня физическая боль на самом деле исчезла, но вместе с ней отступили и потускнели все остальные ощущения. Ушла боль, ушло все. Воля жить, физические, душевные силы. И вот этот необыкновенный переходный период кончился и появилось новое я. Должна ли я теперь быть именно такой? Я сама еще не понимала, но было ощущение, пусть смутное, неясное, что я двигаюсь в правильном направлении. Кх-х-х. Кх-х. Крита-кана подняла голову и пристально посмотрела мне в глаза. Точно хотела узнать, что я думаю обо всей этой истории. Руки ее по-прежнему лежали на столе. То есть ты хочешь сказать, что это он сделал из тебя новую личность? Спросил я. Мне так кажется. Крита несколько раз кивнула головой. Лицо ее при этом оставалось бесстрастным, как дно пересохшего пруда. От его ласки и прикосновений я первый раз в жизни испытал невообразимое сексуальное наслаждение. От этого во мне произошла какая-то физическая перемена, очень большая. Почему так случилось? И почему именно этот человек стал тому причиной? Мне этого не понять, но как бы то ни было, в конце концов я очутилась совершенно новой болочки. И раз весь этот жуткий раздрай, о котором я рассказывала прошел, мне захотелось думать, что это мое новое я, более правильное что ли. Ведь что ни говори, мне удалось выбраться из тупого бесчувствия, в котором я была заперта, как в душной тюрьме. И все же после того случая у меня надолго остался неприятный осадок. Случившаяся мрачная тень нависла надо мной. Стоило вспомнить его пальцы на моем теле, вспомнить, как он запихивал мне эту непонятную штуку, как вылезал наружу или мне только показалось осклизлый липкий комок. И я никак не могла успокоиться. Охватывали злость и отчаяние. Я ничего не могла с собой поделать. Хотела стереть тот день из памяти. Не получалось. Не получалось потому, что этот человек скрыл что-то во мне. Это чувство жило во мне постоянно и было неразрывно связано с этим человеком. И еще осталось ощущение незабываемой грязи, мерзости. Вот такое противоречие, понимаете? Метаморфоза. Что произошло со мной, тут все правильно, нет вопросов, но вызвало ее что-то грязное, неправильное. Я долго мучилась, прямо разрывался от этого противоречия. Крита опять посмотрела на свои руки, лежавшие на столе. После этого я перестала торговать собой. — Смысла в этом уже не было, — сказала Крита. Ее лицо по-прежнему ничего не выражало. — Ты так просто смогла с этим завязать, — спросил я. Она кивнула. Бросила и все. Никому ничего не говорил, не объясняла. Как-то само собой получилось. Думала, мои опекюны хотя бы позвонят, подготовилась, но так и не дождалась. Они меня больше не трогали, хотя знали, где я живу, знали телефон, могли урожать, но, слава Богу, до этого не дошло. Так я снова стала нормальной девчонкой. По крайней мере, ну, с виду. К тому времени я вернула родителям все, что у них занимало, и даже отложила кое-что. Брат на мои деньги купил новую дурацкую машину и гонял на ней. Ему, наверное, в голову не приходило, что пришлось мне пройти, чтобы с этим, с ним расплатиться. Нужно было время, чтобы привыкнуть к своей новой личности, разобраться, что она собой представляет, как живет, что и как чувствует. Понять все это на опыте, запомнить, накопить себе, понимаете? Ведь внутри у меня почти ничего не осталось. Все словно утекло куда-то. В моем новом «я» не было никакого содержания, и надо было мало-помалу чем-то заполнять эту пустоту. Приходилось собственными руками лепить саму себя, вернее, то, что оставляет мое «я». Я еще числила студенткой, но возвращаться в университет не собиралась. Утром уходила из дома, ушла в парк и сидела там на скамейке, ничего не делая, или бродила по дорожкам. В дождь отправлялась в библиотеку, клала на стол перед собой какую-нибудь книжку и делала вид, что читаю. Иногда весь день сидела в кино, а то садилась в надземку и круг за кругом ездила по кольцу. Я мамотэ. Я будто плавала в одиночестве в кромешном космическом мраке, даже посоветоваться было не с кем. Будь Мальта рядом, рассказала бы ей все без утайки, но сестра, я уже говорила, жила тогда далеко, в каком-то уединенном местечке на Мальте, медитировала. Ее адреса я не знала и связаться с ним никак не могла. Оставалось рассчитывать только на себя, ни в одной книжке не найти объяснение того, что произошло со мной, и все же, несмотря на одиночество, несчастная себя не чувствовала. Я крепко ухватилась за собственное «я», по крайней мере, теперь у меня появилось то, за что нужно держаться. Мое ее новое «я» чувствовала боль, хотя и не с такой остротой, как раньше, и в то же время я каким-то образом научилась спасаться от нее, то есть отделяться от испытывающей боль в физической оболочке. Я понятно говорю? Я умею разделять физическую и нефизическую сущность. Наверное, из моих слов кажется, что это трудно, но на самом деле, когда освоишься, ничего сложного. Когда боль подступает, я просто-напросто оставляю свое тело. Это все равно, что потихоньку войти в соседнюю комнату, если появился тот, кого не хочется видеть. Все происходит очень естественно. Я понимаю, что у меня что-то болит, ощущаю это, но нахожусь в это время в другом месте, в той соседней комнате, поэтому боль меня не достает. И ты в любое время можешь так разделяться, когда захочешь? Нет, чуть подумав, ответила Крита. Сперва так получалось, только если тело испытывало физическую боль. Другими словами, боль это ключ, с помощью которого раздваивает сознание. А потом мне Мальта помогла, я научилась в какой-то мере управлять этим, но это уже много позже. Тем временем от сестры пришло письмо. Она написала, что три года ее медитации на Мальте наконец завершились. Через неделю она возвращается в Японию, будет жить здесь и больше никуда не поедет. Я страшно обрадовалась, что снова ее увижу, ведь мы не виделись лет семь или восемь. Я уже говорил, Мальта единственный мере человек, кому я могу доверить все, что угодно. Как только она приехала, я рассказала ей обо всем. В тот же день Мальта выслушала мою длинную странную историю до конца, не природнив ни слова. Не задала ни единого вопроса. А когда я замолчала, глубоко вздохнула и сказала, «Конечно же, мне надо было все время быть рядом с тобой и смотреть, что творится вокруг. Как же я не заметила, что такое случилось? Может, это из-за того, что ты мне так дорога? Ну да ладно, надо что-то делать. Мне придется кое-куда наведаться. Одной другого выбора нет». Я просила особенно не беспокоиться, ведь эти мои проблемы и потом все потихоньку налаживается. Мальта задумалась и, помолчав, сказала, «Все, что ты перенесла, пока меня здесь не было, это ужас. Но ты правильно говоришь. Постепенно, шаг за шагом, ты входишь в норму. Самое страшное – посади, и ты никогда не вернешься. Ничего подобного больше не будет. Это непросто. Непросто, конечно, но со временем многое забудется, хотя человек не может жить, не обретя самого себя. Это как почва под ногами. Нет ее и ничего не построишь. Об одном, однако, надо помнить всегда – этот человек осквернил твое тело. И этого не должно было произойти. Случись, самое страшное – мы потеряли бы тебя навсегда. Может быть, тебе бы пришлось бесконечно блуждать в полной пустоте. К счастью, случайно вышло так, что в тот момент на твоем месте оказалось не настоящее твое «Я» и получился обратный эффект. Тебе удалось выйти из этого переходного состояния. Тебе в самом деле страшно повезло. Однако, эта грязь внутри тебя остается, и от нее надо как-то избавиться. Я не могу смыть ее с тебя и не знаю, как это сделать. Тебе самой придется все решать. «Хм, сестра дала мне новое имя – Крита. Ты родилась заново, и у тебя должно быть новое имя», – сказала она. Оно понравилось мне с самого начала. Потом Мальта стала готовить из меня медиум. Она руководила мной, и я постепенно научилась управлять моим новым «Я», разделять плоть и душу. Впервые за всю жизнь я смогла зажить тихо и спокойно. Однако, мое настоящее, подлинное я все еще оставалось за пределами досягаемости. Для этого многого не хватало. Но теперь рядом была Мальта, человек, на котором можно опереться, который понимал меня и принимал такой, какая я есть. Она стала моим поводырем и защитником. «И потом-то опять постачалась на Бору Ватая». Крита кивнула. «Да, опять постачалась на Бору Ватая». Это случилось в начале марта этого года. С тех пор, как я переродилась, побывав в его руках и начала работать вместе с Мальтой, прошло больше пяти лет. Я с ним столкнулась, когда он пришел к нам домой на встречу с сестрой. Он со мной не заговорил, и я ему ничего не сказала. Заметила его прихожей, и от одного вида меня как током удавила. Я так и застыла на месте. Это был он. Последний мой клиент. Я отозвала Мальту и сказала, что это тот самый человек меня бесчестил. Понятно. Предоставь это дело мне. Не волнуйся и сиди здесь, не показываясь ему на глаза. Кидала сестра. Я так и сидела, и потому не знаю, что за разговор у них был тогда. Интересно. Зачем на Бору Ватай приходил к твоей сестре? Крита пожал плечами. Сама не знаю. Ага, да сам. Но ведь люди обычно к вам не просто так приходят, а зачем-то. Да, конечно. Ну, и чего же им нужно? Да так, кому что. Что значит, кому что? Крита прикусила к ву и сказала, поиск потерянно, судьба, будущее, все что угодно. И что же вы? Все об этом знаете? Знаем. Не все, конечно, но многие ответы вот здесь, отвечала Крита, показывая пальцем себе на висок. Вот куда бы вам заглянуть. Так же, как спуститься в колодец. Вот-вот. Положив локти на стол, я медленно и глубоко вздохнул. Объясни мне одну вещь. Ты мне снилась несколько раз. Ты ведь специально это сделала? Нарочно, так? Так, сказала она. Это в самом деле происходило по моей воле. Я проникала в ваше сознание и сливалась с вами, Аква-да-сан. Неужели ты так можешь? Могу. Это одна из моих обязанностей. Значит, мы соединялись с тобой на подсознательном уровне, и когда я произнес эти слова, мне почудилось, что я прибиваю к белой сне какую-то немыслимую сюрреалистическую картинку. И будто отойдя в сторону, чтобы проверить, не криво ли висеть, повторяю слова. Мы соединялись на подсознательном уровне. Но я же ни о чем не просил вас обеих и ничего не собирался у вас спросить. Так ведь? Зачем тогда тебе все это понадобилось? Мне приказала Мальта. Выходит, Мальта использовала тебя как медиа, чтобы копаться у меня в голове и искать ответы на что-то. Для кого? Для набора вата или для кумико? Крета какое-то время молчала, видно было, что ей неудобно. Мне об этом ничего не известно, я не знаю подробности. Медиум работает естественнее и легче, когда у него нет информации. Я всего лишь передатчик. А Мальта уже вкладывает смысл в то, что я нахожу в голове. Но я хочу, чтобы вы поняли, Акадасан, Мальта в принципе на вашей стороне, потому что я ненавижу набора вата, а Мальта прежде всего обо мне думает. Сестра, мне кажется, делает это для вашей же пользы. Крета. Не знаю в чем тут дело, но как только вы с Мальтой появились вокруг меня, началась какая-то кутерьма. Не хочу сказать, что все это из-за вас. Может, вы действительно что-то делали для моей пользы, но, честно говоря, не похоже, чтобы я стал от этого счастливее. Скорее наоборот, я многого лишился, от меня все ушли. Сначала кот, потом жена. Кумико прислала письмо и призналась, что давно завела любовника. А у меня ни друзей, ни работы, ни средств к существованию. Нет перспективы, значит и жить не для чего. Это что, тоже для моей пользы? И вообще, собственно говоря, что именно вы сделали для нас, Кумико? Конечно, я вас понимаю. Естественно, вы злитесь на нас, как бы мне хотелось все объяснить. Со вздохом я потрогал родимое пятно на правой щеке. Да ладно, это я так, сам собой, не обращай внимания. Внимательно посмотрев на меня, она сказала. Правда, за последние месяцы с вами много всякого было. В какой-то мере, наверное, и мы здесь виноваты. Но я думаю, все равно, рано или поздно это должно было случиться. А раз так, может, раньше и лучше. Я серьезно. У меня такое чувство, иначе все могло оказаться еще хуже. А когда сам? Крита отправилась в ближайший супермаркет за продуктами. Я дал ей денег и предложил, уж коли она собралась на улицу видеть, надеть что-нибудь поприличнее. Согласно кленов, она пошла в комнату Кумико и появилась оттуда в белой блузке из хлопка и юбки в зеленый цветочек. Ничего, что я распоряжаюсь одеждой вашей жены. А когда сам? Я покачал головой. Она написала, чтобы я все выбросил, так что носи. Никого это не касается. Как я и думал, все вещи Кумико были в Крите в самый раз. Удивительно. Даже размер обуви у них совпадал. Крита вышла из дома в сандалиях к Кумико. Глядя на нее в одежде Кумико, я чувствовал, что в реальности опять происходит какой-то сдвиг. Казалось, огромный пассажирский лайнер медленно ложился на другой курс. Крита ушла, а я улегся на диван и рассеянно смотрел в сад. Через полчаса она вернулась на такси с тремя большими бумажными пакетами, полной разной еды. Приготовила ветчину с яйцами и салат с сардинами. Акада-сан, что вы думаете о Крите? Вдруг спросила Крита после того, как мы покончили с едой. «О Крите?» – спросила я. «Ты имеешь в виду остров в Средиземном море?» «Ага». «Ну, как сказать?» «Да ничего особенного, я как-то и не думал о Крите. А не хотите со мной туда поехать?» «С тобой?» «На Крит?» – подозвался я. «По правде говоря, мне хотелось бы на время уехать из Японии. Как раз об этом я все время думала в колодце, когда вы ушли. Я давно собираюсь съездить на Крит. С тех пор, как Мальта дала мне это имя. Я уже много книг про Крит прочитал. Даже взялась за греческие, чтобы можно было там жить, когда время придет. Я довольно много накопила, так что какое-то время можно будет жить без проблем. Денег хватит. Об этом не беспокойтесь». «А Мальта? Знает, что ты едешь на Крит?» «Нет. Ей я ничего не говорила, но она наверняка не будет против. Я думаю, Мальта скажет, что эта поездка пойдет мне на пользу. Эти пять лет сестра использовала мои спиритические способности, но это не значит, что она смотрела на меня просто как на орудие. В каком-то смысле она так помогала мне восстановиться. Мальта считала, что пропуская через меня мысли и эго разных людей, она дает мне возможность обрести себя, понимаете? Для меня это своего рода чужой опыт, который дает почувствовать собственное «я». Подумать только ни разу в жизни я никому прямо не сказала «я обязательно сделаю так, что и так-то». Да что там, не сказала, даже не думала. С самого рождения все мое существование было сосредоточено на боли. Я жила с единственной целью как-то ужиться с этой невыносимой мукой. Двадцать лет я попыталась покончить с собой и боль исчезла без следа, но вместе с ней почти полностью пропала чувствительность. Я стал точно ходячий труп, вокруг меня повисла плотная пелена невосприимчивости ко всему на свете. Я лишилась последних остатков того, что можно назвать волей. А потом, когда набор аватен надругался над моим телом, взломал мой душ, я обрела третий «я». Но и после этого я еще не стал собой, а стал лишь вместилищем моего настоящего «я». Всего лишь контейнером минимально необходимой емкости, через которые под контролем Мальты мне довелось пропустить множество чужих «я». Так прошло двадцать шесть лет жизни. Только представьте, двадцать шесть лет я была никем. Я вдруг поняла это, когда сидела одна в колодце и думала. Я, человек, все эти годы оставалась абсолютно нулем. Кто я? Проститутка, проститутка во плоти, проститутка в мыслях. Но сейчас я пытаюсь овладеть моим новым «я». Я не контейнер и не передатчик. Хочется утвердиться на земле, в этом мире. Это все понятно, но почему же все-таки хочешь ехать на крит со мной? Да потому, что это может принести пользу нам обоим, сказал крит. «Какое-то время нам здесь делать нечего, и у меня предчувствие, что лучше уехать отсюда. Вы что-нибудь собираетесь делать в ближайшее время? У вас есть какие-то особенные планы, Акадасан?» Я молча покачал головой. «Нам с вами надо начать что-то новое в каком-то другом месте», проговорил Крита, глядя мне в глаза. «Мне кажется, было бы неплохо отправиться на Крит для начала». «Наверное, согласился я. Для начала, может, и неплохо, хотя все это так неожиданно». Крита улыбнулась мне. «В первый раз, — подумал я, — первый раз, — улыбается человек, значит история хоть чуть-чуть, но сдвинулась в правильную сторону». «Время еще есть, — сказала девушка. «На сборы, как ни спеши, все равно уйдет неделя-две, а вы пока обдумайте все хорошенько, Акадасан. Не знаю, смогу ли я что-нибудь дать вам, сейчас пока у меня вряд ли есть что-то за душой». Пустышка, одним словом. «Я только начала понемногу заполнять этот вакуум, но если надо, могу отдать вам себя, Акадасан. Думаю, мы можем помочь друг другу». Я кивнул. «Ну, до этого мне нужно кое о чем подумать, кое в чем разобраться. Если в конце концов вы скажете, что не поедете на Крит, я не обижусь. Конечно, мне будет жаль, но я бы хотел, чтобы вы сказали честно». В ту ночь Крита опять осталась у меня. Вечером она предложила погулять в парке поблизости. Я решил плюнуть на родимое пятно и пойти. И что о нем все время думать? «Стоял приятный летний вечер. Мы погуляли час, потом пришли домой и перекусили. Во время прогулки я под уровнем пересказал Крите, что мне написала Кумико. Скорее всего, она больше сюда не вернется. У нее любовник, она спала с ним два с лишним месяца. Они вроде уже расстались, но возвращаться ко мне она не собирается». Крита выслушала мой рассказ, не проронив ни слова. Никаких впечатлений от нее я не услышал. Мне показалось, что она уже заранее знала обо всем, а я, похоже, был самым непосвященным человеком во всей округе. После ужина Крита заявила, что хотела болеть со мной, заняться сексом. Это было неожиданно. Я не знал, что делать, и так прямо и сказал, «Не знаю я, что делать, потому что никак такого не ожидал». Пристально глядя на меня, она ответила, «Ха, поедете вы со мной на Крит или не поедете, отложим это пока. Акадасан, я хочу побыть с вами проституткой всего один раз. Продаться вам здесь, сегодня, ночью, и на этом все. Я брошу проституцию раз и навсегда, и во плоти, и в мыслях, даже от имени этого Крита откажусь. Но нужно подвести четкую черту, чтобы стало ясно. С этим покончено». «Насчет черты, понятно, но зачем тебе со мной-то спать?» «Поймите, соединившись наиву с вами, реальным человеком, я хочу пройти через вас, Акадасан, и так очиститься от прилипшей ко мне грязи. Это и будет та самая черта». «Извини, но покупать людей не в моих правилах». Крита закусила губу. «Хм, тогда давайте сделаем вот что. Вместо денег вы дадите мне что-нибудь из одежды вашей жены. Обувь какую-нибудь установим для проформы. Такую плату за мое тело, хорошо? Тогда я буду спасена». «Спасена? Хочешь сказать, что ты так избавишься от грязи, которую оставил тебе на Борватая? Вот именно». Я внимательно посмотрел на нее. Без накладных ресниц и льсок Крита выглядел совсем по-детски. «Послушай, все-таки что за тип этот на Борватая? Он брат моей жены, но если подумать, я почти ничего о нем ничего не знаю. О чем он вообще думает? Что ему надо? Понятия не имею. Знаю только одно, мы с ним друг друга терпеть не можем». «Вы с ним принадлежите к совсем разным, противоположным мирам», — ответила Крита. Сделала паузу, подыскивая слова и продолжила. «В мире, где у вас сплошные потери, он только приобретает. Вас этот мир отвергает, а его признает. И наоборот. Вот почему он так вас ненавидит. Что-то я не пойму. Я же для него ничтожество. Все равно, что пустое место. А он, личность известная, человек с влиянием. Я по сравнению с ним полный нуль. Зачем ему меня ненавидеть? К чему время терять?» Крита покачала головой. «Ненависть, она как вытянутая темная тень. И даже тот, на кого она упала, обычно не знает, откуда эта тень наплела. Это как обоюдный острый меч. Опускаешь его на противника и себя рубишь. И чем сильнее достается ему, тем сильнее тебе самому. Даже смертельные случаи бывают. Избавиться от этого чувства очень легко. Вам надо быть очень осторожным. Это в самом деле опасно. Стряхнуть в себя ненависть, если она уже пустила корни в вашем сердце. Нет ничего труднее. Ты ведь на себе это почувствовала? Ту самую ненависть, что была у набора Ватая? «Да», – отозвалась Крита. «Эта ненависть разорвала надвоя, сквернила меня. Потому я и не хочу, чтобы он оставался моим последним клиентом. Понимаете? Ночью в постели наши тела соединились. Я раздел Криту, освободив ее от одежды Кумико и вошел в нее. Медленно, осторожно, это походило на продолжение сна. Точно мы с Критой наяву повторяли то, что проделывали раньше во сне. Я обнимал ее настоящее тело из плоти и крови. И все же чего-то не хватало. Чувства реальности, того, что я действительно занимаюсь любовью с этой девушкой. Несколько раз мне даже подчудилось, что рядом со мной Кумико, а не Крита Кана. Я был уверен, что тут же проснусь, как только все кончится, но извергся прямо в нее и не проснулся. Все это на самом деле. Однако, чем больше я убеждался в реальности происходящего, тем меньше это напоминало на реальность. Понемногу, шаг за шагом, реальность отодвигалась, отдалялась. И тем не менее, по-прежнему оставалась реальность. Оказа сам, заговорила Крита, обнимая меня сзади. Едемте со мной на Крит. Нам здесь больше делать нечего. Надо ехать на Крит. Останьтесь, с вами обязательно случится что-нибудь нехорошее. Я точно знаю. Нехорошее? Очень нехорошее, повторила Крита. Голос ее, как у лесной вещи птицы, звучал тихо, но проникал самое сердце. Итак, вы были на канале Skyward, с вами был я, Вадим. Это была очередная глава Харуки Мураками из его романа Хроники «Заводной птицы». И вы были на канале Skyward, с вами был я, Вадим. Сейчас я с вами прощаюсь, но это ненадолго. Сегодня у нас предстоит познакомиться с еще одной главой. Сейчас я посмотрю, насколько она длинная, уж простите. Да, придется познакомиться, придется. Хочу вас попросить познакомиться с еще одной головой этого романа. И на этом я сегодня больше вас втомлять не буду. Так что до скорой встречи, буквально через какое-то короткое время. Всем пока.